Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналя и сегодня у нас первое видео по обновлению в новой эфире. Рестарстейбл онлайн, так как в сегодняшнем обновлении у нас прошло кардинальный апгрейд наших персонажей, так что если вы хотите узнать что же именно изменили, какая новая структура редактора персонажей, как теперь выглядят прически, ну а также что умудрились поломать и что ждет нас в следующей неделе, так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Да ребята, вот и кончилась эра старых персонажей, начался этап нового персонажа, считайте что это персонаж третьего поколения, так как первый персонаж был 11-го года, потом его изменили в 17-м году и сейчас в 23-й год у нас третий раз меняют персонажей. Это очень непривычно, это очень странно, особенно по ощущениям, но не будем же откладывать и посмотрим что нам добавили именно по изменениям персонажей. Мы можем заметить что у нас пока что и присутствует такой баг, что некоторые игроки почему-то стоят на своих лошадях и постоянно кланяются, очень странно, непонятно, но присутствует вот такой баг. Кстати передаю заранее всем привет всем кто попал в кадр, буду рада услышать ваши комментарии по поводу данного обновления под этим видео. Теперь наш персонаж безостановочно просто двигается, постоянно смотрит вдаль, поправляет плечи и если честно смотрит вдаль он слишком часто и даже внутри конюшни, это уже немножечко раздражает. Также у нас осталась анимация, которая по идее должна гладить лошадь, но она в данный момент почему-то не работает, то есть я нажимаю букву R, лошадь мы не гладим, только вот так вот. И кстати так мы тоже лошадь не гладим, это еще одна данная поломка, то есть по нажатию лошадку мы больше не гладим. Вот надеюсь что в ближайшее время это починят. Что же по анимации, персонаж очень странный, он где-то плавно двигается, где-то как будто плывет, но в принципе общие позы меня устраивают, особенно на свечах, на дыбах, он теперь вот так вот группируется. Но здравствуйте поломанные стремена, и пока что в этом обновлении нам вообще выпустили такое чувство, что полусырых персонажей стремена, это сказали до свидания, причем на всех седлах, а на некоторых лошадях, по-моему второго и первого поколения, да, и персонаж не группируется при дыбах, то есть он так же каменеет, как и предыдущая версия нашего персонажа. Потом же, что еще, группировка при прыжке нас тоже очень сильно порадовала, учитывая то, что конкурных лошадей становится все больше и больше, и хочется делать фотографии в полете. Вот, но тут какие-то попытки соединить ноги из стремя, но все равно не очень-то и удачные. Если вы спрашиваетесь, точнее задаетесь вопросом, буду ли я переделывать персонажа, я сразу отвечу, что я его переделала еще на стриме, практически ничего не меняла, кроме телосложения, и плюс купила пару новеньких причесок. Так что да, теперь мой основной аккаунт будет выглядеть примерно вот так, и меня это устраивает. В какие-то моменты персонаж выглядит очень странно, прям пугающе, очень раздражает их гиперактивность во время редактора. Но сейчас я это тоже вам все покажу, так что отправляемся в конюшню, посмотрим, как персонаж смотрится на лошадях разного поколения, ну а также, как выглядят некоторые прически. Все прически я вам показывать не буду, просто пойдете в конюшню и посмотрите, как это выглядит. Да, сейчас немножко фризит, игроков много, игра очень часто вылетает без предупреждения. Ну давайте посмотрим анимацию. Очень-очень плохая анимация того, как персонаж залезает, и очень плохая анимация, как он слезает. Мне прям не нравится. Тут какой-то телепорт, тут иногда какие-то дергания и телепортации. Очень странно. Следующий такой прикол, персонаж поворачивается на месте, вот так вот переставляя ножки. Но если в этот момент вы решите зажать камеру правой кнопкой мыши, то персонаж просто начнет кататься по полу. Вот таким вот, как будто на льду, но при этом стоя на месте. Дальше анимация полупреседь. Мы стоим на одном колене и крадемся куда-то непонятно куда. Да, если спереди это выглядит еще кое-как более-менее, то сзади это, конечно, просто симпатично и смешно. Но вы поняли, да, что это была шуточка. Так, еще есть очень интересная анимация. Это эмоции. Я не все проверила, но могу сказать, что пока что эмоция сопровождать поломана. Посмотрите на правую руку персонажа, что с ней происходит. Давайте покажу еще раз. Возможно, вы даже не поняли, что я имею в виду. А вот так вот видно? Она становится плоской, как бумага, и складывается пополам. Это ненормально. Это ненормально. Так, теперь давайте посмотрим макияж и прически. Прически, да. Нельзя было разработчикам все-таки внедрить систему, что когда мы занимаемся редактором персонажей, неважно, прически, макияж или внутренний уже редактор, где есть тело, глаза, лицо, чтобы персонаж не двигался. Когда мы делаем прически, это не так часто и не так бесяче, как внутренний редактор. Я вам сейчас тоже это все покажу. Итак, вот мой самый любимый макияж, к сожалению, стал теперь моим не самым любимым. Он стал слишком темным. Некоторые виды макияжа, наоборот, стали слишком светлые, практически незаметные. Также, вот, к примеру, как вот этот черный, он раньше выглядел очень вызывающе, а сейчас вроде как даже ничего. Вот еще разный макияж, золотой, гламур такой 60-х, glow, я его называю, и вот такие фиолетовые губки. Может быть, все-таки я на него поменяю. Так, и вот такой вот бордовенький скелетик. Вампир. Кстати, выглядит вполне нормально, жалко то, что шея докрашена не до конца. Фея. И макияж, который я когда-то купила исключительно ради цвета губ, потирал свои губные помады, и остались только белые точки на лбу. Меня это очень сильно расстроило. И макияж, который, собственно, я купила сегодня, он сейчас на мне. Теперь давайте быстренько пробежимся по причесочкам. Вот такая вот базовая стрижка. Длина достаточно хорошая, но все равно присутствует какой-то залом и, не знаю, гор просто под конец. Вот такая корешечка. Нравится, как переделали. Зачес на бок, прическа, от которой я мечтаю избавиться, потому что мне она теперь не нравится вообще. Хотя в старой версии была достаточно прикольной. Теперь же я пытаюсь от нее избавиться. Почему? Потому что у нас есть теперь продажная цена 400 шиллингов, в зависимости от вида и стоимости прически. Но пока немножко непонятно, как же продавать нам стрижки. Но, видимо, это будет можно делать. Вот такая корешечка. Очень нравится. Очень красиво смотрится. Но при этом есть еще другие вариации коротких стрижек. Мы их тоже сейчас все посмотрим. Вот есть блондинистая. Вот такая вот, не знаю, как теперь ее назвать, клубничка почему-то. Тоже прическа перестала нравиться. Хотя раньше считалась прической копией старой модельки Лизы Петерсон. Косичка. Точнее, нет. Это одна длинная коса, которая пока что все еще впивается нам в спину. Вот такая вот фиолетовая. Очень красивая. Градиентная. Но все равно, видите, текстурка пока что остается у меня в спине. Такая же прическа, как самая первая базовая. Такая корешечка. Хвостик. Обычный. Хвостик с челкой. Две косички. Очень нравится. Долго думала, как бы не выбрать вот эти косы. Вот такая корешка, которая продавалась раньше. Только фергровую заставила на меня гипер расстроиться. Так как вы можете знать или не знать. Вот такой цвет стоил безумно дорого. И продавался за просто гигантское количество старкоинцев. 100 с чем-то старкоинцев. За стрижку. И я когда-то за нее эти старкоинцы отдала. И в итоге они ее переделали настолько, что она не похожа на свою старую версию. А у меня таких видов причесок аж целых 5 цветов. Блондинистый. Розовенький. Наверное, еще более белые волосы. И вот такой вот темный. Прямые волосы. Самые длинные волосы на всех прическах. Которые доходят аж ниже, чем середина спины. Так что, если вы обожаете длинные волосы, пока что только такая прическа может вам это предоставить. И локоны. Мне кажется, самая популярная прическа, которая вообще только есть сейчас в данный момент на персонажах. Мало того, что она теперь выглядит очень классно, так еще и наши любимые градиенты из парикмахерских магазинчиков Ярлхейма. Прическа, которую раньше называли Гор. Постоянно нам его обеспечивала, поэтому носили ее редко. Сейчас же выглядит довольно культурно. Если что, вот эта вот прическа была моей основной во всех предыдущих выпусках. Но сейчас, как видите, верхушка, корни стали слишком светлые. Мне это не нравится, и поэтому я перешла на вот такие локоны. Дреды мне очень нравятся. Единственный цвет как-то сильно поменялся. И, видимо, я буду искать другой оттенок дред. Еще один хвост. Очень нравится. Буду, видимо, постоянно пользоваться данной прической для соревнований. Красивейший густой хвост. Две косички, идущие от толба. Меня все устраивает. Очень радуют прически с хвостиком. Причем, несмотря на несколько цветов. Прическа из дундула. Такие тоже косо в хвостики, но распущенный низ. И прическа с косой сбоку. Вот такая. Вот сейчас она выглядит так. И, если честно, то в данном обновлении она мне нравится намного больше, чем до этого. Следующие наши прически это хвостики Джо Джо Сиванг. Советовала я их раньше покупать абсолютно всем. Так как они продавались. Это была единственная прическа, которая продавалась за шиллинги. И позволяла при этом спокойно соответствовать требованиям для всяких соревнований на основе реализма. Так как у вас есть, по сути, хвост и волосы собраны. А под шлемочком бантик-то и не видно. Причем после обновления его все так же не видно. Чему я очень сильно радуюсь. Следующие это стрижки из парикмахерской. Либо дундула, либо торгового центра города Юрвик. Выглядят они очень симпатично. Как я и говорила, это другой вид корешки. Есть вот такой вот, где у нас челка на бок. И вот такой, где челка центральная раздвинута по бокам. Но меня расстраивают цветные прически данного вида. Откуда в серебристой версии появились голубые концы? Их никогда не было. И, к сожалению, данная прическа являлась фаворитной у одного из моих персонажей. А сейчас я даже и не знаю, что с этим делать, так как здесь появились резко коричневые корни. Хотя их можно было бы и не делать. Здесь же, к примеру, их нет. Ну или здесь. Почему нельзя сделать вот такую стрижку максимально свежего окрашивания, когда корней еще не видно? И откуда вообще взялись эти голубые концы? Фиолетовая стрижка мне тоже очень сильно нравилась. Но почему-то она стала менее яркой. Да и оттенок не такой уж глубокий. Так что меня теперь это все разочаровало. Также те же комментарии хочу применить к данному градиенту. Градиент стал очень резким и менее ярким. Мне это не нравится. Надеюсь, они их поменяют и сделают получше. Поэтому пока что моей основной прической стали вот эти локоны. Мне они очень сильно нравятся. Но правда, все равно где-то еще входит в текстурки. Но, по крайней мере, не так страшно. По поводу шкафа. Как сидят вещи, вы можете посмотреть на своих персонажей самостоятельно. Большинство игроков, я уже видела, выбрали худое тело. Я же выбрала третий типаж тела, который очень похож на мой настоящий. Уже был сделан комплимент по поводу булок. Что они очень похожи. Так, давайте же посмотрим, как выглядят у нас изменения внешности. Теперь мы переходим в новую менюшку, в которой опять же нету стоп-сигнала для нашего персонажа. Поэтому в скором времени он начнет крутиться и вертеться безостановочно. Здесь мы можем снять аксессуары с головы и скрыть макияж на случай переделки. Но прежде чем выбирать тела, советую все-таки одеть маечку, шортики и какие-нибудь кроссовочки, которые бы позволяли нам больше видеть само тело. Итак, у нас есть третий типажа. Самый полный, напоминаю, мой персонаж в джинсах и в очень плотном свитере. Поменьше у нас пропадает сразу грудь и объем в талии и попе. Еще чуть похудее убрался живот, но при этом стала больше грудь. Ноги чуть-чуть изменились. Следующий типаж тела мой, опять куда-то исчезла грудь и попа стала меньше вместе с ногами, но живот при этом стал почти не изменился. Еще более худое тело отличается от предыдущего тем, что данное тело является более мускулистым, а этот фронт нет. Ни у того, ни у другого грудь отсутствует. И пока что самое худое тело. Напоминаю, что оно просто худое, не тощее. Ну или же давайте называть его стандартом. Данное тело сейчас выбирает практически все игроки в надежде, что в скором времени, в следующем обновлении, а точнее дополнение к телосложению персонажа, будет еще более худое тело. Но пока что выбирать не из чего и делают себе данное первое телосложение. По поводу цветов, цвета кожи. У нас остался очень нежно-бледно-розовый, желтизной, более загорелый, латино. Это, наверное, уже цвет похожий на индейцев. Еще более такой вот оранжевый. И, в принципе, уже перешло все в афроамериканские оттенки кожи, которые, мне кажется, были подкорректированы. Где-то убрали желтизну, где-то чуть добавили. Ну а самый темный уже не выглядит черным, что меня очень сильно порадовало. Хотя я так хотела сделать очень темного персонажа с голубыми глазами. Ведь в пробном редакторе был этот оттенок почти черным, почти как этот же свитер. Но нет, в итоге они его сделали посветлее. Лиц все так же осталось у нас... Давайте посчитать. 8, 9, 10, 11, 12 типажей. Добавилась анимация. И, к сожалению, за этой анимацией у нас очень сильно выросли щеки. Вот такие вот разные лица. Курносики остались. Широкие щеки. Еще более шире, чем были, по-моему. В общем, если честно, разнообразие лиц не особо меня устраивает. И вообще я предполагала, что у нас будет отдельный выбор. Просто форма лица. Отдельно глаза, отдельно нос и отдельно рот. Я надеюсь, что все-таки мы к этому придем. Потому что то, что вот нам готовы предоставляют, мне не нравится. Цвета глаз остались такие же, как и были. Но я полностью и целиком уверена, что был еще более голубой оттенок глаз. Еще более голубой, чем этот. Но, видимо, мне это приснилось. Хотя, кто знает. Вид бровей. Вы можете выбрать абсолютно любой. Но учитывая то, как персонаж дергается во время редактора, выбрать брови практически невозможно с первого раза. Но, благодаря тому, что сейчас у нас отдельный прайс на изменение персонажа, это стало намного проще. Нам не нужно платить гигантскую сумму в 300, по-моему, или 200 старкоинцев. По-моему, в 300 старкоинцев, чтобы изменить персонажа целиком и полностью. Чисто ради, допустим, цвета глаз, или же типажа лица и тела. Нет. Сейчас у нас отдельные прайсы. Цвет бровей 30 старкоинцев, как и цвет бровей и цвет глаз. Лицо 60 старкоинцев, как и типаж тела вместе с цветом кожи. Так что, такие вот изменения. Когда вы зайдете в игру, первое изменение будет для вас доступно бесплатным. А рекомендации, которые сказали разработчики для посещения салона, как я и говорила, вероятность выкида из игры никуда не делась. Она все еще остается, как и стоящие на лошадях персонажи. Неизвестно, когда это исправит. Вместе с очень активными движениями персонажа, с неподходящими стременами и всем прочим. Так, о чем же я говорила? Ах да, мы хотели вернуться в конюшню и посмотреть, как выглядят персонажи на разных типажах лошадей. Но я не буду смотреть абсолютно всех лошадок в конюшне. Кошмар меня передергивает от того, как она слезает иногда с лошадки. Мы возьмем лишь самые интересные экземпляры. Это Юрвикский пони, лошадка полторашнего поколения, Старый Фриз, Першерон, Шайр и Арабская лошадь. Мне кажется, это самые интересные варианты. Можно было бы, конечно, еще Ахалтикинса, но мне кажется, этого количества лошадей вполне хватит для того, чтобы показать, как же наша новая девушка смотрится на этих конях. Так, проверяем пони. Ну, тут все понятно. Поник такое чувство, что стал менее пухленьким, уже не похож на бочонок. Но зато теперь, глядя на то, как он везет свою хозяйку, мне жалко скакать на нем по всей карте. Ведь я чувствую, как его маленьким ножкам становится тяжело бегать. Да и, в принципе, ходить. С каждым просто пройденным километром под нашей хозяйкой. И тут дело не в весе. Просто персонаж стал больше в масштабах. Предыдущий персонаж был пониже и не то, что только похудее. А новый, он прям больше, то бишь и выше, и чуть ширше, даже в самом худом теле. Следующая лошадка у нас полторашнего поколения. Самый интересный экземпляр, учитывая то, что их все скупают, кто желает сохранить частичку старого ССО у себя в конюшне. Ну, кстати, выглядит неплохо. Но, опять же, лошадь стала намного меньше, по ощущениям. Хотя вырос, на самом деле, только персонаж. Вот такие вот изменения. Посадка у персонажа везде одинаковая. Но вот то самое исключение. На дыбах персонаж просто откидывается назад. И это не из-за того, что на нем нет седла. Поверьте, я проверяла. Если мы надеваем седло на лошадь, то персонаж на старых поколениях все равно откидывается назад, они группируются, как на третьих поколениях. Следующая лошадь – старый фриз или андалуз. Просто моделька одинаковая. Давайте посмотрим. Смотрится вполне неплохо, но теперь кардинально отличается. Как будто наш фриз или андалуз стал механической лошадью. Да, выглядит, конечно, жутко. Поэтому, если вы теперь хотите насладиться старыми лошадками, лучше это делать в диком виде, без персонажа. Теперь они точно друг другу не подходят. По крайней мере, внешне. Следующая лошадь для испытаний. Давайте начнем с худого араба. Ну или в моем случае Пентабиана. На стриме меня очень просили посмотреть, как персонаж смотрится на худой лошадке. Ну, что я могу сказать? Смотрится. Араб смотрится маленьким и худеньким. Намного меньше, чем было до этого. Такое чувство, что он стал ростом с Канимара. А то и вообще с Чифспони Чинкотик. В общем, очень непонятное ощущение и восприятие теперь наших лошадей под данными персонажами. Меня, если честно, тело устраивает. Но оно действительно очень похоже на меня сживую. Но можно сделать персонажа чуть пониже. По соотношению. Мне тоже теперь становится жалко араба. А уж про спичек Алхолтикинсов я вообще молчу. Они, по-моему, ведь еще уже кажутся. Несмотря на то, что выше. Так что да. Такие вот страсти-мордасти. И остались две самые для меня любопытные лошади. На которых мне было очень интересно посмотреть, как же сидят персонажи. Это Шайр и Першерон. Начнем с Шайра, ведь он ниже. Першерон выше, по-моему, только за счет высоко поднятой головы. Или они вообще одинаковые. Не знаю, как вам. Но мне кажется, Шайр тоже теперь не внушает особого гигантизма. Как будто он просто стал просто Шайром. А не какой-то супервысокой лошадью, которая занимает чуть ли не первое место в списке по высоте в Холке. Наравне с Першероном. В зависимости от породы. Как бы иногда бывает и еще более гиганты. Но все равно, первое место во всех энциклопедиях, в списках пород, самые высокие лошади, это Шайра и Першероны. И теперь мне как-то грустно, что Шайр, которого я недавно купила, которого считала супергигантским, большим и бодрым приятелем, теперь не такой высокий. Да, еще персонаж постоянно любит поправлять кофту и ставить руки в боки. Как будто что-то вечно он смотрит и вечно чем-то недоволен. Наверное, он пытается найти Майю, которая сидит наверху у полки и читает книжку. А тем временем мы сели на Першерона. Ну а теперь как-то Першерон. Просто Першерон. Нетого ощущения величия, гордости и того могучего эффекта, который раньше он вызывал у меня. Сейчас это просто лошадь. Высокая, мощная, с очень широкой шеей и очень гордым нравом. По мне так. Но тоже какого-то высоченного вау у меня теперь нету. Не знаю. Но может быть это только у меня такие ощущения? Короче, такие вот мнения у меня по поводу коней. Я не знаю, каких еще лошадей вам показать, но пожалуй я на этом закончу. Так как мне очень было интересно посмотреть именно на данные породы наравне с моим персонажем. Я и Леша создали персонажей не самых худых. У меня третье телосложение, а у него четвертое. То бишь это еще те пышечки. Но не самые широкие. А когда мы начали кататься по игре, поняли, что так мало игроков выбирают эти тела и по большей части все выбирают первое тело. То бишь худое. Что нам от этого стало как-то грустненько. Но при этом, посидев в конюшне полчаса с нашими новыми персонажами, их модельками, откопав самые разнообразные виды комплектов, вещей, макияжей, причесок, и перебирая и примеряя все это целый, не знаю, полчаса подряд, а то и час, мы поняли, что в принципе все не так уж плохо. Но только внешне. Уж что говорить обо всех остальных недостатках. К примеру, это то, что стримина короткие, то, что персонаж периодически залагивается, очень часто выкидывает из игры. Причем меня по сравнению с моими некоторыми друзьями выкидывает очень редко. А у нас была девочка, которую выкидывала в течение 10 минут раз 5. Или вообще некоторые не могут зайти. В общем, как всегда, Стар Стейбл нам не подарила подарок, а сделала какое-то проклятие. Мало того, что мы попрощались с нашими старыми персонажами, так и с новыми нормально ужиться не можем. То они криво слезают, криво залезают, то стримина не подходят, то еще чего-то, то залаги, то стоят на лошади, то вылетают, то вообще зайти не дают. Ребята, это очень грустно. Это не возмущение. Это вообще-то бунт. Как нам играть с новыми персонажами, которых вы для нас так долго готовили, если вы их в игру добавляете какими-то полусурьями? Почему вы не могли позаботиться заранее о стриминах? Да, вы сделали бы выход персонажей на полгода больше, на полгода дольше, а может быть и вообще и на два. Но зато при выходе это были бы красивые, готовые персонажи, у которых было бы большое разнообразие лиц, силосложений и всего остального. Но почему-то нет. Нам их выпустили какими-то недоделанными. Я очень редко возмущаюсь по поводу Старстейбова и всегда стараюсь как-то наоборот защитить игру и разработчиков. С словами, что можно подождать, все исправят, все поправят. Но это было в случае с какими-то мелочами. А тут целые персонажи. Лицо игры. Как же тот не повозмущаться даже самым спокойным. Так что вот так вот. Пожалуй, по поводу добавления персонажей на этом все. Да и в принципе, все и самые основные новости. Если же вы переделали персонажа бесплатно и потом хотите его переделать, вы это сможете сделать не только в своей конюшне, а в любом из салонов красоты, который уже несколько месяцев отображается у нас на карте. Я очень извиняюсь за то, что видео вышло таким коротким, но я максимально хотела поделиться с вами своим мнением. Ребята, которые просидели со мной на 7-часовом стриме с 7.30 утра и до выхода обновления и его просмотра, вы большие молодцы. Потому что пересмотреть 7-часовый стрим, думаю, не всем окажется под силу. Поэтому я снимаю для вас этот обзор длиной всего лишь в полчасика. Так что на этом обновление и все. А также... Так что на этом обновление закончилось. С попытки рассказать вам о том, что на фиармарке лошадей Фердинанда у нас убирают двух лошадей второго поколения, это Аполлуза и Пентхорсы, меня дважды выкинуло из игры. Хотя я пыталась доехать от фермы Стива до отсюда своим ходом. Это очень сильно напрягает. Да-да, вы не ослышались. Аполлуза второго поколения две масти по 225 старкоинцев. Тоже покидает Юрвик вместе с Пентхорсом второго поколения. Здесь уже побольше. У нас мастей 5 за тоже 225 старкоинцев. Данные лошадки будут находиться на Юрвике до 16 августа. Тогда же в обновлении в среду они и покинут Юрвик. И больше не вернутся. Так что если у вас есть желание приобрести данную лошадку к себе в конюшню. Ну а теперь самая важная новость для тех, кто является владельцем Айосустройства. Разработчики изменили паки на СК. И теперь во время удвоения вы сможете приобрести себе пак 10 тысяч старкоинцев всего лишь за 2350 рублей. Оплачивая с мобильного номера телефона. Также у нас теперь есть пак 200 старкоинцев 210 рублей. Цены с учетом удвоения. Тысяча старкоинцев 625 рублей. Четыре тысячи старкоинцев 1650 рублей. И десять тысяча СК за 2350 рублей. Я конечно же обзавелась самым максимальным паком, чтобы и дальше радовать вас своими видосами с покупочками и разными обновлениями. Ну а на следующей неделе нас ждет новое испытание по рабочей выездке от лесничего Юрвика Луиса. По дороге в загончике в Мистфоле. Ну а на этом все. Обновление было снимать очень тяжело из-за вылетов, глюков и лагов. Но тем не менее оно подошло к концу. Еще раз извиняюсь, что оно вышло таким длинным. Ну а на этом все. И мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Мне, как и многим другим игрокам, очень трудно и тяжело будет сжиться с новыми персонажами. Особенно учитывая все количество ошибок, глюков и лагов, ну а также недочетов. Пока. Субтитры подогнал «Симон»